Когда-то давным-давно Изанами и Изанаги, мифические прародители человечества, стоя на небесном мосту, коснулись вот драгоценным копьём. Капли, которые упали с копья, образовали первые острова в океане. Божественная чета сошла на один из них, чтобы сотворить горы, деревья, моря, озёра и животных, а также каме, духов природы. Боги сотворили Ниппон, край восходящего солнца. Прародители и различные духи вошли в пантеон божеств синтаизма, культа предков и природы, который распространился на японских островах почти две тысячи лет назад. В шестом веке нашей эры из Индии в империю проник буддизм. Новая религия не была экспансивной. С той поры оба мировоззрения легко уживаются в сердцах японцев. О бурной истории страны напоминает эта застройка. Со времён Средневековья Японии не раз приходилось переживать периоды анархии. Власть императора зачастую была иллюзорной. Страну делили соперничавшие друг с другом сёгуны. Внешней угрозы можно было не опасаться. В страну вообще не пускали иностранцев. Государство самоизолировалось на протяжении 250 лет. Вне всяческих влияний извне формировалась уникальная, поразительная культура Японии. Колыбель Японской империи Хонсю – самый большой остров архипелага. На окраинах бывшего государства Ямато, в местечке Исе, возвышается храм в честь богини солнца Аматерасу, одно из святейших мест в Японии. История храмового комплекса началась 2000 лет назад. Здесь хранится особый знак отличия, который Аматерасу, по легенде, вручила первому императору. С течением лет вокруг главного храма было построено еще более ста. В каждом из них поклоняются своему божеству. Храмы открыты для туристов и паломников, но в сакральные помещения доступ ограничен. Труднее всего попасть туда, где хранится святое зеркало, один из трех знаков императорской власти божественного происхождения. В соответствии с традицией синтаизма, каждые 20 лет строится новый храм. Когда он готов, ночная процессия переносит в него все реликвии. Старинный город Нара приветствует нас целой палитрой осенних красок. Поначалу в молодом японском государстве каждый император устанавливал столицу в новом месте. В начале VIII века столицей Японии стала Нара. Нара Хейо Кио, цитадель мира, лежащая посреди архипелага, оставалась главной митрополией на протяжении 84 лет. Государство тогда насчитывало около 6 миллионов жителей, 100 тысяч из них проживало в Наре. Сегодня эта цифра увеличилась втрое. В соответствии с китайскими образцами город строился по типу шахматной доски. Большинство старинных памятников Нары находятся в центральном парке города. Между святынями, выпрашивая у туристов лакомства, прогуливаются олени. В VIII веке через эти монументальные ворота на территорию храма ступил император Шому. Пройдя ворота, мы находим храм То-Тай-Дзи во всем великолепии. Шому, инициатор его строительства, хотел создать символ могущества своего государства. То-Тай-Дзи – самая большая в мире древняя деревянная постройка. В первоначальном виде храм был еще крупнее, но и сейчас главный нефт достигает 50-метровой высоты и производит сильное впечатление на паломников и туристов. Перед тем, как войти внутрь, верующие задерживаются у каменного кадила. Быть овеянным его дымом – к здоровью и успеху. Исцеляющими свойствами якобы обладает и святая статуя. Терапия очень проста. Нужно потереть статую в том месте, которая у вас болит, а затем то же самое проделать собственным телом. Молитва перед Буддой 16-метровая статуя Большого Будды – Дайбутсу – стоит на пьедестале окружностью 20 метров. На строительство зала Большого Будды ушло 26 тысяч деревьев. С этой деревянной колонной связано очередное поверье. Кому удастся протиснуться через отверстие в ней, того ждет счастливый год. Цитадель мира была ею лишь по названию. Каждый новый император, чтобы удержаться на троне, вынужден был вести войны с кланами соперников. Свои армии были даже у монастырей. Стремясь обезопасить себя, 50-й император Камму решил перенести свою резиденцию на север, где обосновал столицу. Он считал, что разделение светской и религиозной власти приведет к уменьшению числа конфликтов. Императорский план быстро показал свою несостоятельность. Влиятельные аристократические кланы разделили политическое влияние, лишив императора и его наследников реальной власти. Киото, в отличие от Нары, разросся до размеров миллионной метрополии. Метрополии, в которой современное гармонично сочетается с многовековым наследием. Киото оставался императорской столицей более тысячи лет, и по сей день он остается столицей японской культуры. Мы отправляемся на такси к архитектурному символу города, храму Тодзи. Уровни пагоды символизируют пять основ божественного мира. Землю, воду, огонь, ветер и небо. Тодзи – одна из более тысячи буддийских святынь, благодаря которым Киото считается архитектурной сокровищницей Японии. Счастливым образом город пережил Вторую мировую войну. Американцы отказались от его бомбардировки. В конце VIII века новая столица расцвела, что принесло пользу и другим регионам. Япония освободилась от влияния Китая и Кореи. Начался золотой век для науки, культуры и искусства. Введение нового алфавита способствовало развитию художественной литературы. О великолепии старинного Киото свидетельствуют прекрасные дворцы, такие как этот, построенный в XIV веке сёгуном Йосимитсу. Золотой павильон. Хотя после смерти правителя его вилла была перестроена в храм Дзен, она не утратила своего блеска и декадентского очарования. Элита того времени проводила дни праздно. Главным занятием при дворе было плетение любовных и политических интриг. Перенесёмся в XVII век. Страна полностью изолирована от внешнего влияния. Всюду царят мир и достаток, даже в низших общественных слоях. Народ, у которого появился хлеб, начинает требовать зрелищ. В городе вырастает квартал развлечений, где можно найти всё, от театра, музыки и танцев до платной любви. В Киото возникло целых пять таких кварталов. В квартале Гийон даже сегодня, если повезёт, можно увидеть ступающую мелкими шажками гейшу. Вопреки царящему на Западе мнению, эта исчезающая профессия не имеет ничего общего с платной любовью. Гейши развлекают мужчин беседой. Кроме того, они мастерицы в танце, пении и игре на традиционных инструментах. Несколько минут ходу отделяют нас от главной святыни Киото. История Киомизу-дера переплетается с историей города. Для верующих посещение храма начинается с традиционного омовения. Перед началом молитвы надлежит дважды хлопнуть в ладоши. Таким образом, паломник якобы привлекает внимание Будды. Большая терраса перед главной залой стоит на деревянных сваях. Отсюда открывается прекрасный вид на город. Знаменитая храмовая веранда попала в популярную поговорку. «Спрыгнуть с террасы Киомизу» – это означает примерно то же, что наша «взять быка за рога», то есть отважно приступить к решению какой-то трудной проблемы. Своим названием храм обязан одному из близлежащих водопадов. Оно означает «кристальная вода». Под верандой текут три потока, впадающие в пруд. Паломники купаются в них и пьют воду. По преданию, вода одного потока дарует здоровье, другого – долгую жизнь, а третьего – мудрость. И вновь мы в квартале Гийон. Сумерки. За деревянными фасадами кроются самые фешенебельные городские рестораны. Здесь можно увидеть исполнение традиционного придворного танца «Киомаи». Киомаи. 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 насчитывает традиция составления цветочных композиций – икебана, основанная на буддийских и конфуцианских представлениях о гармонии. Спектакли «Бунраку» на протяжении многих столетий были и остаются любимым развлечением публики. В роли актеров выступают куклы, представляющие сценки из повседневной жизни и любовной истории. На Тхимедзи возвышается величественный замок «Белой цапли». Он был построен в 1620 году как резиденция очередного правителя. Своими размерами он устрашал соперников. «Крепость» играла в десятках исторических фильмов, в том числе в нескольких знаменитых картинах Акиры Курасавы. По ее стенам взбирался Джеймс Бонд, но наибольшую славу принес замку популярный сериал «Сюгун» с Ричардом Чемберленом в главной роли. Благодаря кинематографу здесь ожила легенда о самураях, безгранично преданных своим господам, готовых совершить харакири, чтобы сохранить честь. Пятиэтажная главная башня окружена тремя поменьше. Замок построен на холме и обнесен валами и рвами. Зажиточные семейства, гербы которых увековечены на стенах замка, могли чувствовать себя здесь в полной безопасности. За многие века ни один из кланов соперников не отважился на штурм Твердыни. На страже единственной сохранившейся в первозданном виде крепости стоят и святые покровители. Внутри комплекса можно увидеть, как была вооружена армия «Сюгуна» и чем занимались предводители в мирное время. Сюгуна 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 У подножия замка можно погулять по улочкам, которые выглядят так же, как и сотни лет назад. Японский садовый стиль опирается на учение дзен. Чем меньше, тем лучше. Излишки нарушают гармонию. Чашечка зеленого чая в чарующей обстановке. Ритуал в соответствии с традицией XII века. Центр Химидзи возвращает нас в сегодняшний день. В логотипе самой крупной компании такси – символ города. Утренний час пик в японской мегаметрополии XXI века. По улицам проходят сотни тысяч людей, что в любом другом месте мира вызвало бы неописуемый хаос. Всюду, но не в Токио. Каждый идет по своей стороне, в том же темпе, что и остальные. Никто не толкается. Толпа дисциплинирована, как солдаты на параде. И так каждое утро. В метрополию стекаются на работу жители региона Канто. Улицы Токио, Йокогамы, Кавасаки и еще нескольких городов, сросшихся в самую крупную агломерацию в мире, за пару часов заполняются до отказа. Постоянно здесь проживает около 35 миллионов человек. Токио – это экономический и политический центр страны. Если бы токийская агломерация была отдельным государством, то легко вошла бы в десятку самых развитых промышленных стран мира. Поселение на реке Сумида возникло тысячелетия назад. К XII веку относятся упоминания о месте Эдо. Сёгунат Токугава стал фактической столицей страны в 1603 году. Живший в Киото император был к тому времени уже лишен реальной власти. Гегемонию Токугавы прервал император Мэйдзи. В 1868 году он перенес свой двор в Эдо и переименовал город в Токио, что означает «восточная столица». В географическом центре старинного города возвышается императорский дворец. Его окружают большие сады, образующие зелёный остров в современном центре метрополии. Субтитры создавал DimaTorzok Ещё сто лет назад квартал Синдзюку был похож на деревню. Сегодня здесь устремляются ввысь самые высокие небоскрёбы Японии. В этих башнях-близнецах размещается токийская администрация. Это, пожалуй, самая высокая на свете мэрия. На 45-м этаже находится смотровая площадка. Вход бесплатный. В ясные дни, когда нет смога, дремлющая 300 лет фудзи-сан, фудзи-яма, видна как на ладони. Святая гора Японии достигает высоты 3776 метров. В соответствии с традицией, каждый японец должен взойти на неё хотя бы раз в жизни. Восхождение происходит ночью, поскольку цель путешествия – увидеть восход Солнца. Хотя фудзи-яма считается спящим и даже потухшим вулканом, земля, на которой стоит Токио, может дрогнуть в любую минуту. Строительство ведётся здесь по специальным технологиям, но всё же угроза гигантского землетрясения остаётся актуальной. Волшебный вид. Закат над Токио и вершиной фудзи-ямы. Пора пройтись по магазинам в самом элегантном квартале торговой Японии. Гинза – место самодостаточное, близость императорского дворца обязывает. Здесь предлагаются тщательно отобранные и чаще всего безумно дорогие вещи. Аренда торговой площади тоже заоблачная – около 100 тысяч долларов за квадратный метр. Квартал расположен на искусственной насыпи. Ещё 300 лет назад здесь проходили корабли, следуя к замковой пристани. И в кулинарной области Гинза предлагает самое лучшее. Блюда представлены восковыми копиями, которые выглядят как настоящие. Благодаря этому иностранцам легче сориентироваться в меню. Оно остаётся загадкой, даже если его перевести на русский язык. Сомн face. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С наступлением темноты, в свете неона, квартал Сибуя выглядит интригующе. Его улицы заполняют молодые люди, ищущие увеселений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из самых оживленных перекрестков в мире. Без гудков и толчьи, без стресса. Невероятно. Третий час пик за день. В это время мы уже не увидим так называемых толкателей, работа которых поплотнее утрамбовывать пассажиров в переполненных поездах и вагонах метро. К счастью, мы успели на последний поезд в пригород. Иначе пришлось бы заплатить целое состояние за поездку на такси. После короткой ночи, едва солнце вынырнет из Тихого океана, поезда вновь заполняются до отказа. Два часа дороги на работу и два обратно – обычная ситуация для жителей мегаполиса. Еще раньше клерков спешат на работу эти мужчины. Работа на рыбном рынке Цукидзи, пожалуй, самым крупным в мире, начинается еще до восхода солнца. Миллионы жителей Токио не представляют себе обеда без любимых даров моря. Сюда попадает 450 видов рыбы и других морских животных, около 2500 тонн ежедневно. Ворота с огромным фонарем известны любому японцу. Это вход в старейший и самый известный храм в Токио – Сенсодзи. Ежегодно его посещают около 30 миллионов паломников и туристов. Из-за такого наплыва людей постоянно оседает дорога, ведущая в главный зал, поэтому ее каждый раз обозначают в новом месте. В Сенсодзи почитается каннон – богиня любви. По легенде, рыбаки выловили ее статую из реки Сумида, а произошло это якобы в седьмом столетии. За небольшую плату можно на минутку заглянуть в будущее. Кому не нравится гадалка, тот может положить деньги в ящичек и таким простым образом изменить свою судьбу к лучшему. Этот обряд берет свое начало в синтаизме, но практикуется и во многих буддийских храмах. 80% японцев считает себя приверженцами обеих религиозных традиций. Большинство браков заключается по синтаистскому обряду. Также обстоит дело и с празднованием Нового года. В свою очередь, похороны и почитание мертвых проходят в согласии с буддийской традицией. Япония – идеальный пример мирного сосуществования религии на протяжении почти полутора тысяч лет. Зеленый оазис в центре метрополии. Первый общедоступный парк Японии, Уэно, был открыт в 1872 году. Четырьмя годами раньше здесь разыгралась решающая битва между армиями императора Исёгуната Токугава. Победителем стал император Мэйдзи. Он поспешно провел реформы, укреплявшие его власть. Сделал Токио столицей, а японское государство – конституционной монархией. Богатые аристократические кланы оказались лишены своих привилегий. После двух с половиной столетий изоляции император открыл границы, дав место западным идеям и техническим новинкам. Япония ускоренным темпом пошла по пути модернизации, превратившись из забытого феодального уголка в экономически и политически развитую державу. К парку прилегает национальный музей, построенный одним из известнейших архитекторов мира – Йошио Танигучи. В Японии трепетно относятся к мастерам. Ученые и инженеры страны восходящего солнца входят в число ведущих в мире. Благодаря им японская электроника находится на высочайшем уровне. Тонны новейших гаджетов наполняют прилавки в торговых центрах квартала Акихабара, который обычно называют «Электрик Сити». Во время торговых демонстраций и распродаж магазины забиты людьми. Жаждущая модных новинок молодежь заполняет Харадзюку в районе Сибуя. В паре шагов музыкальный гайд-парк. В паре шагов музыкальный гайд-парк. Оказывается, город можно осматривать и с воздуха, с огромного дирижабля, который еще совсем недавно катал туристов над Боденским озером. Масштаб города по-настоящему можно оценить только с этого ракурса. Полчаса длится полет до центра Токио. В Зору открываются достопримечательности. Вот храм Сен-Со-Дзи. Императорские владения выглядят зеленым островом в бескрайнем море построек. К сожалению, перелет непосредственно над резиденцией строго запрещен. Под нами Токийский залив. За ним деловой и административный центр города. Здесь расположены центральные офисы крупнейших промышленных концернов, банков, страховых обществ, свидетельств японской экономической мощи. Еще один взгляд на башни-близнецы городской администрации и возвращаемся на аэродром. Дирижабль, один из всего трех в мире подобного типа, летает над японскими метрополиями с 2005 года. Полет на нем – дорогое удовольствие. Билет на полуторачасовой рейс стоит около 1000 евро. Гораздо дешевле, хотя это и не столь зрелищно, пролететь над склоном Хаконе, куда любят выбираться на выходные жители Токио. На вершину ведет канатная дорога. Как и Фудзияма, которую отсюда тоже видно, Хаконе является уснувшим вулканом. Говорят, что извержения можно не бояться, но трудно поверить успокаивающим словам проводников, когда в воздухе разносится запах серы, а из скалистых расщелин поднимается дым. Предприимчивые японцы нашли способ заработать на этом природном феномене. Они предлагают туристам яйца, сваренные над горячими серными испарениями. Хитрецы утверждают, что употребление такого оригинального продукта продлевает жизнь на 7 лет. 7 лет от каждого съеденного яйца. За покупку нескольких яиц полагается скидка. Когда-то эта вулканически активная территория называлась Одзигуко, то есть пекло. Но поскольку здесь любил гулять император Мэйдзи, название изменили на Авакудани. В центре парка вулканических пейзажей расположено озеро Аши. Оно наполнилось водой во время последнего извержения Хаконе 3000 лет назад. Внешний вид транспортного средства не важен по сравнению с теми видами, которые откроются на Муцеле. Если повезет и погода будет благоприятной, мы увидим даже вершину легендарной Фудзиямы. Знакомиться с сельскими районами лучше всего на взятом в аренду автомобиле. Дороги здесь такие, что лучше не представишь. Единственный минус – плата за въезд на экспресс-автостраду. Информационное табло, освещение, организация движения – все ультрасовременное и компьютеризированное, как и везде в Японии. На равнине Канто перед нами открывается типичный японский пейзаж. 80% площади страны занимают покрытые лесом холмы. Каждый более-менее плоский участок земли используется в сельскохозяйственных целях. Большинство полей засеяны рисом. Это важнейшая составляющая японского рациона. Озеро Чузэн-Дзи каждый день переживает наплыв публики. Приезжих ждет целая армия водных велосипедов. Любители порыбачить должны встать до рассвета. В более поздний час рыба решительно отказывается клевать. Водопад Кегон. С его 100-метровой высоты падает река Дайя. Район вокруг города Никко предлагает множество природных достопримечательностей. Туристическая база прекрасно подготовлена к приезду гостей. Их притягивают прежде всего памятники старины – настоящие шедевры архитектуры. Храмы в Никко – прекрасный пример гармоничного соседства двух религий – синтаизма и буддизма. Через ворота Йомеймон мы вступаем в комплекс Тосёгу. Сами ворота, построенные в 17 веке, являют собой великолепное произведение искусства эпохи Эдо. В их создании участвовали лучшие мастера. КОНЕЦ Исторический некрополь и место культа располагаются на горном склоне. В самой высокой точке находится мавзолей Токугавы и Эйасу, легендарного сюгуна, который сделал Эдо крупнейшим городом Японии. Он же низвел императорский Киото до статуса незначительного провинциального городка. Гигантский комплекс был построен как место почитания Иэйасу. Цена строительства была запредельной, рекордной в истории. В финансировании приняли участие все окрестные богачи. Они были вынуждены сами искать материалы и рабочую силу. Визитной карточкой комплекса, легко узнаваемой повсюду, стали эти три обезьянки. Они не хотят видеть, слышать и говорить ничего плохого. Они умеют хранить тайны. Вокруг Тасёгу выросли другие, более скромные храмы. К каждому из них открывают путь искусно выполненные ворота, охраняемые безмолвными стражами. Здесь верующие могут открыть божествам свои мечты и тайны, будь то здоровье, счастье в любви или просто удача на экзамене. Остается верить в то, что эти желания сбудутся. Не хватает лишь обязательной фотографии на память. У подножия гор, достигающих 3000 метров, в высоту стоит город Токаяма. Так выглядела вся Япония в 17 веке, в эпоху Эдо. Узкие улочки и маленькие деревянные домики. В каждом из них проживало несколько поколений одной семьи. Сакэ, рисовая водка, была известна уже в те времена. Давними традициями может похвастаться и повседневный продуктовый рынок. Сладости готовит лично мастер-кондитер. Деревушка Сироковага Скрыта, скрыта далеко в горах. Это одно из тех немногих мест, где жизнь течет по старинке, вдали от цивилизации. Одному из домиков требуется новая крыша. На нее уйдет 20 тысяч вязанок соломы. В работе участвуют все мужчины деревни. Материал традиционный, а инструменты современные. Благодаря им крыша будет готова за два дня. Она должна продержаться лет 30. Солома находит и другое применение. Какое, можно увидеть в местном музее. В такой обуви прежние жители деревни преодолевали крутые склоны во время холодных зим. В Сироковага и окрестностях сохранилось около 150 гассё – жилых домов с крутыми крышами, которым уже несколько сотен лет. Они построены таким образом и в таком порядке, вдоль линии север-юг, чтобы выдержать самые суровые зимы, самые сильные ветра и самые обильные снегопады. Храм Материал Верующие ждут благословения главного священника, который вступает в зал под красным зонтиком. Верующий дом На восходе начинается главная часть церемонии. Монахи произносят молитвы за собравшихся и за всех людей. Монахи произносят молитвы за собравшихся и за всех людей. Зен-кодзи – один из старейших храмов в Японии. Его история началась в VII веке. Главное сокровище святыни – тщательно охраняемая золотая статуя Будды, наверное, первое изображение великого учителя, попавшее на японские острова. Тем временем улицы Нагана наполняются толпой спешащих на работу людей. Город получил известность во всем мире благодаря зимним Олимпийским играм, которые прошли здесь в 1998 году. Из-за повышенной вулканической активности горы, окружающие Нагана, образуют идеальную площадку не только для зимних видов спорта, но и для целебных купаний, которые так любят японцы. Здесь отовсюду бьют горячие источники. Желающих искупаться хватает. Бассейн облюбовала колония макак, которые, судя по мимике, не терпят никакого соседства. И снова мы в диком горном краю. Вместо красивых видов – погодный экстрим. Хочется обратно, к горячим источникам. Ужасную погоду компенсирует вкусная еда в Мацумото. Быстро, дешево и вкусно. Полтора десятка вариантов супа с лапшой. Этот повар специализируется на ромэне – бульоне из овощей и свинины с пшеничной лапшой. Классика азиатской кухни. Мацумото дзё из-за темного цвета стен назван замком Ворона. Это один из тех японских замков, которые сохранились лучше других, несмотря на бурное историческое прошлое, которое началось в XVI веке. В то столетие было построено больше всего укреплённых замков, поскольку феодальное государство раздирали беспрерывные войны. Штаты и Штаты Илья к antesной войне. Сегодня Мацумото Дзё радует туристов. Здесь проходят концерты и местные праздники. На экране GPS плотная картинка. Перед нами очередная мега-метрополия. Территория Японии более чем скромна, но фактически заселена только на одну пятую. Большая часть 130-миллионного населения сконцентрирована на небольших прибрежных территориях в гигантских современных мегаполисах. Таких, как в регионе Кинки, одной из самых густонаселенных в мире городских территорий, здесь проживает около 20 миллионов человек. В состав митрополии входят города Кобе, Киото и портовый город Осака. Размеры карусели подстать громаде города. Необыкновенная панорама метрополии, которая издавна соперничает с Токио и агломерацией региона Канто. По мнению многих, Осака превосходит соперников, ведь её история гораздо богаче. В 7 веке здесь на некоторое время была установлена столица, а ещё через тысячу лет Осака стала ведущим торговым городом в империи. Предприниматели из Осаки всегда пользовались славой творческих личностей, но одна из идей превзошла все остальные. В этом здании изначально размещались баня и сауна. Они были открыты круглые сутки, и многие офисные работники, не успевшие на поезд домой, использовали это место в качестве недорогого и удобного ночлега. И тогда владельца бани осенило. Он открыл новую нишу в гостиничном бизнесе. В 1979 году владение было перестроено в первый в мире отель с капсулами вместо комнат. Как на космическом корабле, пластиковая келья для ночлега с кондиционером, телевизором и мини-буфетом. Площадь капсулы – 2 квадратных метра. Общие туалеты-ванная находятся снаружи. Те, кто не в состоянии уснуть в тесном саркофаге, могут провести время в просторном телевизионном салоне или игровом зале. Игровые автоматы можно найти в Японии почти на каждом углу. Это что-то вроде национального спорта. Дотон-Бори – район, который никогда не спит. Всю ночь здесь делают покупки, едят и веселятся толпы жаждущих развлечений людей, работающих в Осаке днем. Большинство великолепных блюд – дары моря. Очередное изобретение родом из Осаки – ресторанная карусель. По конвейеру путешествуют составляющие для суши. Можно приготовить их на свой вкус. Гениальное в своей простоте и немного странное изобретение. Нужно лишь снять блюдо с конвейера и есть. Счет на кассе будет выставлен по числу тарелочек. Кто поздно встает, тот ничего не теряет. Ведь во многих японских городах магазины открыты до поздней ночи. Торговые центры в Осаке тоже гигантские в духе метрополии. Торговые центры в Осаке Всеобщий исход из города на выходные. Любимое развлечение старшего поколения – упрощенный вид гольфа. Цены на землю в Японии астрономические, поэтому членство в клубе стоит целое состояние. Популярное место воскресных прогулок – горы Кии в двух часах езды на машине от Осаки. Долину Коясан прославил монах Кукай, известный как Кобо Дайши. Когда в IX веке он вернулся из Китая, где учился эзотерическому буддизму, то счел это место идеально подходящим для медитации. Здесь же он основал буддийскую секту Сингон. С течением лет на склонах горы Просветления выросло более двух тысяч храмов, пагод и гробниц. Сегодня школа Сингон насчитывает более 10 миллионов приверженцев. На Коясане постоянно проживает 4 тысячи человек, четверть из них – монахи, у которых здесь есть монастырь и университет. В 2004 году Святая долина была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорога к мавзолею Кукая ведет через кладбище, на котором обрели последний приют полтора миллиона исповедующих учения школы Сингон. Среди них были императоры, сёгуны, аристократы и знаменитые мастера искусств. Путь паломников лежит через три мостика, которые символизируют переход в царство мертвых, очищение и достижение просветления. С моста просветления верующие поливают водой бронзовые статуи Дзизо, очищая таким образом карму умерших. Дзизо – покровитель детей и беременных женщин, но в понтоне божеств ему принадлежит еще одна, особая роль – сопровождать души умерших на тот свет. Всего несколько шагов отделяет нас от мавзолея Кукая. Согласно учению Сингон, смерть – это не конец существования. Просветленный умерший находится в состоянии вечной медитации. Эти паломники уже встретились с великим Кукаем. Заходящее солнце освещает ворота Даймон, бывший вход в храмовый комплекс. Священные горы на полуострове Кии с незапамятных времен притягивают паломников. В святилище ведут четыре пути. Самый длинный насчитывает 160 километров и кончается у порога одного из святейших мест Японии – храма Иссе. В более чем ста храмах Ко Ясана день начинается с утренней медитации. Во время церемонии читаются мантры и старинные священные тексты. Храмы на Ко Ясане Они всегда гостеприимно открыты для приезжих. И не только для верующих. Здесь могут ночевать и иностранные туристы. Хозяева предлагают пищу духовную и телесную. Иными словами, вегетарианские блюда и медитацию. После завтрака монахи вновь удаляются на медитацию. Необыкновенная способность к концентрации достигается благодаря многолетней тренировке. В ходе одной сессии, длящейся 50 дней, монахи должны произнести миллион мантр, то есть 20 тысяч в день. Мы возвращаемся к светской, современной Японии в западном стиле. Обслуживание посредством автоматов для японцев в порядке вещей. В этом можно убедиться даже в придорожном баре. Клиент сам составляет заказ, который хочет видеть на столе. Экономия времени и персонала. Автоматы с горячими и холодными напитками стоят почти на каждом шагу. А этот автомат – знаток языков, болтает по-японски и по-английски. Видимо, религиозные ритуалы и современная электронная начинка не мешают друг другу. Ухоженные дома и сады, а вокруг – рисовые поля. В горных долинах Японии является собой идиллический сельский облик. И никакой суеты, типичной для больших городов. В деревне сегодня выездная библиотека. Японцы – нация долгожителей. Все больше пожилых людей, все меньше естественный прирост населения. Как и во многих высокоразвитых промышленных странах, здесь огромной проблемой стало старение населения. Пенсионные системы находятся на грани банкротства. Взгляд с Хонсю, самого крупного японского острова, в сторону Сикоку. Между ними лежит несколько островов поменьше. В целом японский архипелаг состоит из четырех больших и нескольких тысяч маленьких островов. Эффективная и современная митрополия. Таким предстает сегодня город, название которого известно каждому из-за трагедии, произошедшей в конце Второй мировой войны. Хиросима. Возрожденная из пепла, с населением более миллиона человек, она вновь стала главной агломерацией на западе Японии. О трагедии спустя десятилетия напоминает парк Мира в самом центре города. Национальный памятник и урок для будущих поколений. В музее собраны документы о чудовищной бомбардировке, которую Соединенные Штаты подвергли Японию, нанеся ей сокрушительный удар на пороге капитуляции. Ранним утром 6 августа 1945 года с расположенного в Тихом океане острова Тиньян взлетели три американских самолета, бомбардировщик Энола Гэй и двое сопровождающих. В 8 часов 9 минут эскадрилья оказалась над 300-тысячным городом Хиросима. Энола Гэй нацелился на один из мостов в центре города. В 8.15 из бомболюка вышла атомная бомба, которая взорвалась на высоте 600 метров. Хиросима до взрыва и сразу после него. В секунды ударная волна сравнялась с землей 80% застройки города. Около 100 тысяч жителей погибло сразу. В последующей неделе в страшных мучениях, отожогов и радиоактивного облучения умерло еще несколько десятков тысяч человек. Экспонаты, запечатлевшие невообразимый ужас. При температуре минимум в 6000 градусов человеческие тела буквально испарялись в воздухе. Ослепляющая вспышка оставила человеческие тени на тротуарах и фасадах домов за долю секунды до ударной волны. На свою беду портовый город был важным центром по производству оружия. Здесь не содержались американские военнопленные, и поэтому именно Хиросима была выбрана полигоном для испытаний нового оружия массового поражения. Три дня спустя после уничтожения Хиросимы ее судьбу повторил Нагасаки. Даже сегодня у тех, кто пережил апокалипсис, случаются приступы лучевой болезни. Руины бывшего выставочного зала стали символом Хиросимы и предостережением от атомной войны. Хиросима спустя 60 с лишним лет после трагедии – современная метрополия, в которой кипит жизнь. Ее отличительный признак – сотни трамваев. Город опутан самой крупной трамвайной сетью в Японии. К пассажирам относятся чрезвычайно вежливо. Здесь платят за проезд только при выходе. Акономияки – фирменное блюдо в Хиросиме. Во время застолья гость сидит напротив повара и сам берет блюдо прямо с большой кухонной плиты, смешивая составляющие по своему вкусу. Самый популярный набор – дары моря, соус, яйца, лапша, капустный салат и приправы. Акономияки режутся специальной лопаткой. На окраинах города действует знаменитый рынок Кониси Кои Фарм. На протяжении ста лет его посещают любители рыбы. Здесь выводят и продают лучших в Японии карпов благородной разновидности Кои. Кои продаются в разнообразных весовых и ценовых категориях. Самые маленькие стоят примерно несколько евро. Самые величественные могут сравниться по стоимости с новым авто. Хиросима – центр разведения карпов. На сегодняшний день выведено около ста подвидов. Выросшие экземпляры достигают почти метр в длину и весят более 20 килограммов. Самый старый, говорят, дожил до 60 лет. Карпы выставляются и оцениваются во время специальных показов. Награда за лучший экземпляр весьма престижна для хозяина. Из Хиросимы мы отправляемся в Хиросиме. Мы находимся в одной из самых популярных у туристов мест – на остров, называемый Миядзима – остров храма, знаменитый своими сказочными пейзажами. Главная достопримечательность острова, конечно же, старинный храм. Ицукусима – таково настоящее название острова, которое он получил от сакрального строения, возведенного на сваях. История синтаистского храма Ицукусима уходит корнями в VI век. В прежние времена простые люди не имели права стоять на святой земле. Женщины могли приехать сюда только в зрелом возрасте. Здесь запрещено было рожать и умирать. Сегодня умерших также перевозят на Хансю, чтобы не осквернять святыню. Полная суеверий и ритуалов духовность сочетается здесь с коммерцией. Для большинства японцев присутствие туристов в священном месте не является проблемой. Уж где-где, а в Японии люди с детства привыкают жить в толпе. Это прививает терпимость и взаимопонимание. Курьезная достопримечательность, якобы самая большая в мире лопатка для риса. Но она не слишком привлекает любопытных. Взгляды туристов и объективы фотоаппаратов направлены на тории, стоящие в воде ворота из камфорного дерева. Тории, одна из самых известных постройок Японии, символизирует переход от суетного мира к духовности. Во время отлива можно подойти к ним по суху и рассмотреть вблизи. Храм – неоспоримое национальное достояние Японии. Он тоже внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С Хансю мы отправляемся на юг. на КЮСЮ. Третий по величине остров Японии приветствует нас теплым субтропическим ветерком. Если верить старинным легендам, то именно здесь зародилась японская цивилизация. Перед нами внутренности одного из самых больших вулканически активных края, земли. Площадь кальдеры Асосан – 450 квадратных километров. Последнее большое извержение произошло 80 тысяч лет назад. В гигантской кальдере выросло пять новых вулканических конусов, самые активные из них – на Кадаке. Край кратера притягивает тысячи туристов. После неожиданного извержения в 1979 году, во время которого погибло три человека, здесь введены суровые меры безопасности. За активностью вулкана постоянно следят мониторы. Когда ветер меняет направление и наполняет воздух токсичными газами, туристов немедленно просят удалиться со смотровой площадки. Ультрасовременная система раннего оповещения мгновенно передает информацию о химическом составе воздуха. Желтый свет сигнализирует о первом уровне угрозы. К нему должны серьезно отнестись осматики. Вулканы – горячие источники, повторяющиеся землетрясения. Японские острова снизу подогревает кипящая магма. Пожалуй, не лучшее географическое положение для страны. Япония находится на краю Тихоокеанского огненного кольца, то есть на месте стыка континентальных плит. К счастью, большинство геотермических явлений не несет негативных последствий. Для Беппу горячие источники скорее благо. Они привлекают любителей целебных купаний, принося городу немалый доход. На курорте почти на каждом углу находится онсен – общественная купальня. В большинстве из них мужчины и женщины принимают водные процедуры раздельно, но есть и общие купальни. Горячая вода из внутренности земли несет энергию и тепло также и в жилище. Насосы ведут прямо в системы центрального отопления в домах. Горячая вода из внутренности земли Горячая вода из внутренности земли Беппу во всем своем великолепии. Его не спутаешь ни с каким другим городом. Нигде нет такого количества бань и бассейнов. Фукуоко – самая крупная метрополия Некюсю. Здесь проживает почти полтора миллиона человек, и население растет серьезными темпами. Самый лучший вид открывается с Фукуоко Тауэр – башни, которая выросла на земле, отнятой у моря ценой огромных затрат. Метрополия разрастается и требует новых площадей. Развитию города способствует географическое положение. Фукуоко находится ближе всего к азиатскому континенту, поэтому здесь процветает торговля с Китаем и Кореей. Фукуоко – ворота Японии с незапамятных времен. Сюда прибыли первые поселенцы из Азии. Отсюда распространялись вглубь страны новые обычаи и культурное влияние, идеи и религии. На том месте, где сегодня выросли небоскребы, когда-то были первые в Японии посадки риса. Здесь же археологами были найдены наиболее древние бронзовые предметы. Звезды супертяжелого веса отправляются на работу. Осенью в Фукуоке собирается элита борьбы с умо. Навес над рингом в форме синтаистского храма подчеркивает традиционную связь японского национального спорта и религии. Судья облачен в одежде синтаистского священника. Перед началом борьбы сумо-тори бросают на ринг соль. Это тоже часть традиции. Очищающий ритуал. Место поединка обозначено кругом из веревки. Проигрывает тот, кто будет вытолкнуть соперником за пределы круга или коснется глиняного пола любой частью тела, кроме ног. Многовековая традиция предписывает сумо-тори носить именно такие одеяния и прическу. Правила неизменны на протяжении сотен лет. Они были установлены при императорском дворе в Киото. Традиционное чествование победителя. Обычно поединок длится недолго. Поэтому в турнире принимает участие больше десятка пар. Важнейшие даты в календаре борьбы обозначены шестью басё-турнирами, три из которых проходят в Токио. Каждый турнир продолжается 15 дней. Победителей чествуют почти как национальных героев. Гладиаторы отправляются на тренировку. Критический момент для подвески автомобиля. Можно перевести дух. Машина немного просела, но вес взят. Последние поединки завершаются поздно ночью. Юные фанаты заслужили отдых. Фукуока – гостеприимное место для любителей ночных развлечений. Буфеты «Ятай» открыты в любое время. Последний этап нашего путешествия начинается на главном вокзале Фукуоки. Нам предстоит дорога на поезде, который по скорости приближается к самолёту. Скоростная железная дорога Син-Кан-Цен расположена на специальных путях. Обычные не выдерживают такой скорости. Первая линия была открыта ещё в 1964 году по случаю Олимпиады в Токио. Трасса соединила столицу с Осакой. Новейшее поколение поездов Син-Кан-Цен мчится по 500-километровому маршруту со средней скоростью 200 км в час. Сегодня эта транспортная сеть соединяет главные митрополии страны и насчитывает в общей сложности более 2000 км путей. Пунктуально, быстро, чисто, элегантно, удобно. В рекламе Син-Кан-Цен нет преувеличения. Эти слова вполне подходят для характеристики всей Японии, где удобство и гармония представляются главными ценностями в любой сфере повседневной жизни. Стремление к современности и привязанность к традиции. Девственная природа и многомиллионные города. Утончённая духовность и любовь к электронным новинкам. Что ж, сочетание крайностей – особенность гостеприимных хозяев страны восходящего солнца. Субтитры создавал DimaTorzok